О том, какие работы по благоустройству ведутся с наступлением весны в нашем городе, каких успехов добились славянские школьники на Всероссийской Олимпиаде, и еще о многом важном и интересном, смотрите в нашей постоянной рубрике «Телетайп новостей». В городе по улице Красной продолжают реконструкцию тротуара. Уже начаты подготовительные работы, убраны старые бордюры, подвезен необходимый строительный материал. Обновленный тротуар в плитке появится между улицами Стаханово и Троицкой по нечетной стороне и будет выполнен в едином стиле с ранее отремонтированной улицей Красной. С началом весны начаты работы по зеленению Славянска на Кубани. Рабочие общественно-социального центра проводят ревизию молодых деревьев, ведется обрезка сломанных веток, приводятся в порядок хвойные кустарники, подготавливается почва для новых газонов. Уже в конце февраля этого года своим цветением начали радовать виолы, высаженные в ноябре прошлого года. Несмотря на сложную зиму, цветы выдержали ледяные оковы и постепенно восстанавливаются. К 23 марта, дню освобождения станицы Славянска от немецко-фашистских захватчиков, планируется дополнительно высадить цветы в сквере «40 лет победы» и на клумбах по улице Совхозной. В сельхозпредприятиях района полным ходом идут весенние полевые работы. На полях продолжается сев озимых на зерно. На данный момент уже посеяно свыше 19 тысяч гектаров. Параллельно проводится подкормка озимых. Все необходимые удобрения есть. По плану ведется и сев яровых культур – гороха, овса и чменя. На середину марта в районе уже посеяно свыше 1300 гектаров, что составляет почти 35% от запланированного. В числе передовиков хозяйство «Петролис» и «Приазовская». Самая большая площадь посевов – сельхозпредприятие «Приолье» – 1168 гектаров. На данный момент планы не выполнили почти на 30%. Определены победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В ней приняли участие более полутора тысяч кубанских учеников. В течение месяца ребята участвовали в интеллектуальных испытаниях по 21 предмету. В итоге лучшими были признаны 58 школьников, а 350 учеников старших классов стали призерами. В число победителей вошли 4 школьника из Славянского района. Учащиеся 6-й школы Мария Гребенькова, Роман Проскурин, 25-я школа Станицы Анастасиевской, ученица 18-й школы Виктория Роменска и учащиеся лицея номер 4 Дарья Лехова. 8 старшеклассников Славянского района объявлены призерами. В Славянском районе прошел муниципальный этап краевого фестиваля конкурса школьных хоров «Поющая Кубань». В творческом состязании приняло участие 25 хоровых коллективов из 19 общеобразовательных учреждений района. В ходе конкурса были исполнены произведения «Моя Россия», «Олимпиада», «Мама», «Айс на крыше» и многие другие. Исполненный репертуар соответствовал возрастным группам хоровых коллективов. Конкурс проводится Министерством образования и науки Краснодарского края в целях развития детского хорового пения на Кубани, профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, создания условий для развития их творческих способностей.